Проверки таксистов на соответствие требованиям 69-го закона продолжаются. В пятницу днем, несмотря на ненастную погоду, сотрудники комитета по транспорту вместе с полицейскими провели очередной рейд. Впервые к проверке таксомоторов присоединились сотрудники прокуратуры. Так, почему машина у вас нет, как вам сказать, не оборудована? Сейчас используется перевозка такси. Где шашки, где наклейки? Дальше водить. Водители двух из трех вызванных на место проверки автомобиля оказались легальными таксистами. Правда, на глазок это определить сложно. Атрибутика такси, которая обязана присутствовать на авто, здесь отсутствует. Некоторые у них есть отговорки, что слетает, что отваливается, что воруют шашки. Но это, конечно, не так. Просто это, грубо говоря, человеческая лень выставить это все на показ. Либо просто забывчивость. То есть, неоднократно водители нами в ранее сделанных рейдах предупреждались легальные. Но сейчас будем, то есть, если не будут понимать, то уже будет конкретно заниматься административной практикой отношениями. Автомобиль третьего нелегального таксиста отправится на штрафстоянку. В ходе проверки были выявлены существенные нарушения при осуществлении транспортных перевозок легкового такси. Было установлено, что рядом перевозчикам не соблюдаются и грубо нарушаются требования федерального законодательства. В отношении виновных лиц возбуждены дела административных правонарушений, предусматривающие весьма суровую ответственность за нарушение данного вида законодательства. Так были выявлены нарушения при получении разрешения на транспортных перевозок без соответствующего разрешения, а также осуществление транспортных перевозок без соответствующей символики и осуществление транспортных перевозок без надлежащего образа оформленного договора обязательного страхования автогражданской ответственности. Сейчас на территории региона выдано более 2000 разрешений на таксомоторные перевозки. И сотрудники комитета и полиции намерены продолжать работу в этом направлении, чтобы легальных таксистов стало больше. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова